Время новостей на канале Хабар 24, с вами Арстан Балтин, здравствуйте. По последним данным МЧС, к этому часу из четырех горящих поселков в Кустанайской области, а именно из сел Озерное, Калинино, Лесное и Аман-Харгай, эвакуирован 1841 человек. Людей разместили в Орикольской школе-интернате. 108 строений, в том числе жилые дома, оказались уничтожены огнем. Опасность взрыва 16 резервуаров с нефтепродуктами удалось предотвратить. Огонь блокировали на подходе к нефтебазе. По последней информации, площадь пожара превысила 9400 гектаров. В районе сейчас работают силы из Акмолинской, Североказахстанской областей. К ним спешат присоединиться и спасатели из Карагандинской области, а также из столицы. В тушении пожара уже были задействованы 450 человек личного состава и 77 единиц техники, отмечают в МЧС. Между тем, пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших в пожарах в Костанайской области открыла партия «Аманат». Как сообщил у себя в аккаунте ее председатель Ерлан Кошанов, с 9 часов утра пункты будут открыты во всех региональных филиалах партии. Кроме того, в Костанайскую область для помощи в восстановительных работах выйдут волонтеры, которые будут сформированы из числа партийцев и членов молодежного крыла «Жастар Руха», сообщил Ерлан Кошанов. Эвакуированных людей разместили в школе поселка Улья-Коль, общежитии и спорткомплексе райцентра. Их обеспечили горячим питанием, работают медики и психологи. В поселке частично нет электроснабжения, наблюдается перебой с мобильной связью и интернетом. Я напомню, Акиматом в Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба. Население может обратиться по номерам горячей линии, которые вы сейчас видите на своих экранах. Несостоятельность реформы ветеринарной службы предрекают в Акмолинской области. По словам местных ветеринаров, реформа не только не решает проблему отрасли, но и наоборот усложняет их работу и вносит неясности. Как отмечают специалисты, сегодня необходимо совершенствовать систему ветслужбы и внести более существенные изменения. Рассказывает Аслан Абуталипов. Аскорбек Ибраев трудится ветеринарным врачом вот уже седьмой год. Ему приходится обслуживать сразу несколько сел, где порядка 10 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота. Изменения в ветеринарной отрасли он ждал долго. Но кроме повышения зарплаты, никаких других новшеств ветврач не увидел. Несмотря на то, что есть пару помощников, признается, работать непросто. Существенного на глаза, чтобы бросаться, ничего такого не изменилось. Выделяется на каждую манипуляцию сумма, определенная сумма. И с этой выделенной суммы израсходуется на все необходимые для работы финансы, на непредвиденные расходы на технику, ГСМ. Плюс от этого еще наша зарплата. Цифровизация отрасли и новое приложение для идентификации сельхозживотных усложнит работу ветврачей. Передает о себе знать и качество интернета. Во многих селах его скорость оставляет желать лучшего. Нелегко будет ходить по загонам и сараям с планшетом, говорят специалисты. Техника все старая. Техника выделилась. В 2013 году обновок не было до сих пор. И компьютеры все старые. Не то, что интернет. Телефон не везде ловит. Например, у Ялах связь не ловит. В реформе ветеринарной отрасли есть как преимущества, так и недостатки. Отмечает главный ветеринар региона. Из плюсов. Зак убирок и вакцин за счет бюджета местных властей. Передача ряда функций Акимата в ветинспекцию. Повышение зарплаты. Но нерешенных вопросов тоже немало. Сейчас должна быть норма нагрузки, которая не всегда соблюдается и ее надо определить. Например, сколько положено ветврачей, веттехников и санитаров на поголовье. Другой вопрос – это бродячие собаки и кошки. Сейчас никто ими не занимается. Наши ветстанции вынуждены работать в этом направлении, но никаких стандартов и норм нет. Проблемным остается и наличие главного ветврача, главного ветинспектора, директора ветлаборатории. И у каждого свое руководство. Из-за этого нет системной работы и результатов. По словам ветеринаров, из-за недоработок в законодательстве не всегда вовремя проводится вакцинация или забор крови скота. Из-за этого и высокие риски заболеваний у поголовья. Поэтому проблем и спорных вопросов все еще хватает. Все они требуют пересмотра и своевременного решения. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24. Ну и как мне сейчас подсказывают режиссеры, мы готовы выдать оперативный брифинг о ликвидации пожара в Кустанайской области. Там сейчас выступит, готов рассказать обо всем министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Я напомню, оперативный штаб расположился прямо в палатке вдоль трассы, неподалеку от очага возгорания. Вашему вниманию. Добрый день. Хотел бы проинформировать о ситуации, которая складывается на территории Кустанайской области, Викторского района, по состоянию на сегодняшнее утро. Как известно, что пожар начался у нас 2-го числа ориентировочно в 15-10. Распространению пожара способствовала высокая температура и порывистый ветер до 20 метров в секунду, что привело к распространению огня на большую территорию лесного массива, а также создалась угроза населенным пунктам. При результате своевременно предпринимаемых мер со стороны местных исполнительных органов и подразделений, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Было за вчерашние сутки эвакуировано более 1800 человек из населенных пунктов, где представляла угроза распространения пожара. Как я докладывал ранее, на состоянии 24.00 у нас не было информации о пострадавших и погибших. Сегодня с утра мы при разборе завалов непосредственно в населенном пункте Аман-Карагай выявили факт гибели человека, это инвалид, 36-го года рождения. В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что участковым инспектором при приводении эвакуации был оповещен, отказался от эвакуационных мероприятий. Но, тем не менее, следственные мероприятия по факту гибели человека будут проводиться. Сейчас обстановка складывается следующим образом. Общая площадь возгорания составляет более 43 тысяч гектаров. Из 106 тысяч лесного фонда данного лесничества имеются 8 активных очагов, где вероятен возникновение возгорания, в том числе верхового. С целью недопущения распространения огня на жилые постройки населенных пунктов созданы 3 боевых участка, где активно проводятся работы подразделения Министерства ПЧС, а также приданными силами и средствами. На направлении непосредственно распространения огня работают сейчас 3 воздушных судна, ожидаемо дополнительного прибытия еще 3 воздушных судов с водно-сливными устройствами, для того, чтобы более эффективно вести борьбу с верховыми пожарами. В результате складывающейся обстановки за вчерашние сутки активно поработали непосредственно все приданные подразделения, как Министерство по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, и большую помощь нам оказало подразделение Казахстан-Тимиржалы, потому что существовала угроза взрыва на нефтебазе в поселке Аман-Карагай. Соответственно, предпринятыми мерами с помощью пожарных поездов было недопущено распространение огня, которое не привело к более трагическим последствиям. Работа продолжается, группировка сил и средств наращивается, активно привлекает сейчас подразделение Министерства обороны Национальной Гвардии для дальнейшей локализации, ликвидации последствий возгорания. Создана комиссия по поручению Акима области, которая будет проводить оценку ущерба домовладений, которые пострадали в результате пожара. Соответственно, принято решение и дано поручение главы государства и правительства. Сейчас будет рассматривать выделение финансирования на компенсацию тех затрат, которые население понесло в результате стихийного бедствия. На данное время нам известно, что наиболее пострадавший, как я говорил, у нас этот населенный пункт Аман-Карагай, где насчитывается около 98 домовладений, которые уничтожены огнем, также в Озерном 8 домов и в селе Лесное одно домовладение. Поэтому в данном направлении сейчас группировка активно будет работать по недопущению дальнейшего распространения возгораний в данных населенных пунктах, но и население, которое временно размещено в пунктах временного размещения. Часть из них уже разъехалась по родственникам, часть из них, которые некуда, будем говорить, переехать пока на время, остались в пункте размещения. Организовано питание, медицинское обеспечение, также работа психологов. Очень активно оказывают помощь в том числе волонтерские организации. Сейчас идет сбор средств и имущества для пострадавшего населения, поэтому здесь уже работа непосредственно Акимата будет по распределению имущества и денежных средств среди населения от тех организаций, граждан, которые изъявили желание свое оказать помощь. Со стороны государства будет оказана вся помощь по скорейшему восстановлению имущества и, соответственно, возведению новых домовладений. Решение о возведении того или иного домовладения будет отрабатываться комиссией, которая создана Акиматом с целью определения ущерба имущества. Ситуация под контролем. Работа оперативного штаба и группировки здесь сил и средств будет продолжена до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. Кто-то будет говорить из вас? Ну, наверное, заместитель Хенди. С самого начала Акимом области, Акимом Кустанайской области, Айрхимед Бегжаншем, Мухамбетом, с самого начала пожара были предприняты все меры для размещения людей. Дано было поручение по размещению людей, прибывающих в спецподразделении по Аулекольскому району. Практически более тысячи человек сегодня прибывших мы разместили. И сегодня созданы все организационные мероприятия по ихнему питанию. Сегодня, как сказал Юрий Викторович, в эвакуационном центре с первого дня мы людей эвакуировали, созданы все условия, обеспечили питанием. Сегодня я хотел бы поблагодарить всех кустанайцев сегодня за большую помощь, которую они оказывают и оказывают содействие именно помощи по ликвидации этой чрезвычайной ситуации. Именно постельным принадлежностям, питанием, продуктами питания, ГСМом и всеми возможностями, которые сегодня у предприятий есть. Сегодня, как сказал Юрий Викторович, создана межведомственная комиссия по ликвидации последствий. Я являюсь ее председателем. И комиссия после ликвидации, в принципе, параллельно уже эту работу ведет. Вопросы по комиссации, вопросы по возмещению будет определять комиссия. Напомню оперативную информацию о ситуации с ликвидацией пожара в Кустанайской области рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Лин. Мы продолжаем. Сохранение казахских пород, собак, тазы и тубет взял под патронат. Глава государства Хасымжумар Токаев поручил управлению делами президента координировать восстановление популяции казахских пород собак. Если разведением казахской борзои еще занимаются в сельских районах, то порода казахского волкодава, то бед практически утеряна. Марина Золотарева узнавала, как поднять имидж собак-кочевников. Джек – неоднократный победитель бегов среди казахских борзых. Около шести лет назад Анна Захарова нашла его больного на улице и выходила. Сегодня изможденный щенок превратился в выносливого красавца. Джек – отец уже 30 щенков. Анна стала ярой поклонницей этой породы. У Джека появилась маленькая напарница – двухмесячная Сати, которую девушка спасла от усыпления. Анна считает, что тазы – национальное достояние. Чтобы его сохранить, нужно решить ряд проблем. На данный момент, к сожалению, нет определенного стандарта этой породы. Нужно проводить генетические исследования, так как у нашей породы в принципе нет сейчас собственного генкода. Для того, чтобы его выявить, соответственно, нам нужно собирать кровь со всех собак, и со всех этих собак исключать другие породы. И, соответственно, здесь опять же очень большая лабораторная работа. Если действительно у нас будет определенный комитет по тому вопросу, который будет решаться именно на фоне документации, то это будет вообще отлично. В Хруинской области несколько раз в году проводятся забеги для казахских борзых. Полевые испытания собак нужны кинологам для племенной работы. Они отбирают лучших производителей. При этом древнейшая порода собак международным кинологическим объединениям еще не признана. В научно-техническом архиве, в других редких фондах хранятся фотографии настоящего таза 19 века. Казахскую борзую можно увидеть и на петроглифах. Иногда она изображается рядом с волком. Важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации. Точное число чистокровных тазы в Казахстане назвать никто не берется. По словам экспертов, их не более пяти сотен. Главная внутренняя проблема при разведении – метизация. Собаку нередко смешивали с другими породами. А вот то бед практически утерян, считают кинологи. Под классические описания казахского волкодава подходят буквально единицы собак. Чтобы примерно понять, сколько их насчитывается в регионах, нужны экспедиции в глубинке. Для восстановления казахских пород создана рабочая группа. Ее задача – изыскать финансирование для создания генофонда, рассмотреть возможные формы господдержки и подготовить пакет законодательных норм. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Зарина Зулпыхар, Краганда, Хабар 24. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Следите с нами вместе за новостями.